всем привет с вами наташа рад вас приветствовать на своем канале сегодня у меня готовка с утра встала все позаправляла все постели то что все подорвались школу в институт переправила свое одеяло которое я сама шила это пуховая мы на нем спали чтобы она утрамбовалась утрамбовалась она хорошо теперь она из двухспального опять превратилась в евро то что я шила по евро стандарту по размерам вот теперь она хорошо села под одеяльник который я пошила все теперь мы этим одеям будем накрываться потому что было неудобно так как оно было все такое надутая все пропылесосила поубирала и приступила к готовке так на первое у меня на первое у меня суп с вермишелью не пугайтесь что этот рота я приправу не сыплю а думал щала гороховая то думаю ничего гороховыми только гороховые все думаю вермишель мои очень любят этот ротом думаю тогда они точно будут есть суп здесь у меня остатки от курицы что обрезала здесь и крылышки и спинка вот так как мультиварки скороварки я мясо не могу обобрать я вам уже говорила поэтому все ложу сразу мясо два пакетика здесь вермишели приправы не ложила зажарила морковочку с луком лук у меня головка закончился поэтому взяла свой батон который потолще в основании вот его порезала перо пойдет у меня с яйцом вот эта морковочку обжарила чтобы красивый цвет масла был вот сейчас сюда эту морковочку с луком и здесь у меня три картошины все сейчас это все сложу добавлю много соли перчика укропа еще и поставлю чтобы она у меня варилась все соединила уже он красиво смотрится среди сейчас все перемешаю по курица растает все будет хорошо все оставлю на 12 минут за 12 минут у меня сам суп сварится ну 12 с момента закипания все суп варится здесь сбила блендере сыворотка верхняя часть которая такая со сметанкой вот сахар и клубника это попить и еще игорь привезет березовый сок нас немного здесь накапала от березы и еще на свекрови привезет и сварит березовый сок так здесь я уже сварила манку овсянку они утром уже доели это маночка еще горячая вот маночку уже отставила на второе у меня будет картошка просто помну наверное картошку и картошки будут отбивные с курицы вот такими оленивая я все с курицы по обрезаю кусочками с яйцом с крахмалом с чесноком соль перец немного майонеза я домашний добавлю и вот меня получается очень много таких отбивных что если так курицу есть ножа крылышко ножка все расхватали грудку не очень кто хочет есть а так получается много и выгодно поэтому сейчас вы слышите меня микроволновка размораживают курицу и я натерла для салата капусту молодую вот у меня целый тазик капусты молодой и она просто майонезом заправлено все на и на не буду сделаю ну планировала с утра сделать пирожки с яйцом с луком и половина капусты пойдет на салат половину с морковкой не замороженные есть грибы шампиньоны с морковкой с луком и я их разморожу и добавлю эту капусту получится капуста с грибчиками с морковкой с лукой это начинки и вторая начинка будет яйцо с луком такие пирожки будут духовке я думала жарить как беляши по типу да но все равно она жареная решила лучшее в духовке давно же духовке пирожки не пекла тесто очень хорошая мягкая вот и не надо жарить масле время экономится налепила на противень и выпекла вот их также можно и впрок потом заморозить если не съедается я их пакетики упаковываю и в морозильную камеру а потом микроволновки разогрел и они как свеженькие так на десерт даша купила пять пачек печенье песочного такого как раньше типа шахматная сливочная и попросила меня сделать торт с творогом такой вот с печеньем поэтому на десерт под торт с печеньем с творогом домашним я разделала курицу здесь грудки вместе со шкурой с мяса с ножек и бедрышек здесь осталось носу два крылышка спинка здесь косточки в середине сейчас это заморожен а это порежу кубика добавлю 4 яйца 4 столовые ложки крахмала грамм 100 майонеза чеснок соль перец и все перемешаю буду жарить супчик готов я уже открыла посмотрите какой красивый вот дети любят эту лапшу у меня но я часто и не кормлю супчики очень даже будет вкусно обычно из этой лапши делаю салат он очень вкусный честно вожу так я решила все-таки сделать пюре а не помять пюре сделаю делаю с горячим молоком масло и под конец когда все уже размягчилась добавляю яйца прямо под венчик так как картошка гору горячая яйца проходят дезинфекцию вот поэтому пюре получается из-за из пышная но это делаю так я вы как вы привыкли можете делать я если нравится пышная пюре можете попробовать с яйцом так что пюре я сделала с яйцом с молоком масло не добавляю так как молоко домашнее но жирное это масло я уже не добавляла сейчас буду делать отбивные я порезала курицу добавил майонез 4 яйца 4 столовые ложки крахмала соль перец майонезе же есть чеснок все сейчас это все перемешиваю и буду жарить вот такое получилось как бы как тесто да вот не густое не жидкое все конечно лучше жарить на жиром не видеть тогда более хрустящие получатся но я буду жарить на массу вот столько у меня получилось опинушек какие красивые сочные дети уже подкушали немного вот буду сейчас заправлю салатик и буду делать тесто для пирожков как игорь привез сок сварил с апельсинами вот как варить апельсиновый березовый сок с апельсинами и закатывать на зиму у меня есть видео я вчера скинула его в вкладку сообщества если кому тяжело искать ну и так вот попить сейчас привез и так пьем и не сварил чтобы было с ароматом так салатик заправила здесь немножко корейской морковки положила и домашний майонез так так как майонез у меня домашний немного сладенький поэтому и сахар не добавляла обычно я добавляю немного сахара тогда салат получается вкусный здесь у меня яйца с майонезом и с луком перемяла это для пирожков салат для того чтобы с картошкой и с отбивными кушать так здесь у меня осталось капуста и я с морозильной камеры достала разогрела микроволновой печки здесь у меня шампиньоны с луком и с морковкой пережаренные часы сковороду отправлю и пережарю вместе с этой капусткой и вот еще начинка для пирожков я сделала тесто ссылочку я оставлю на это тесто как готовится под видео вот здесь у меня в тетрадке тесто для пирожков духовки так все начинка у меня я поджарила капусту с грибами с морковкой с луком здесь яйцо противень и подготовила и сейчас буду лепить пирожки сделала здесь с капустой и с яйцом хотя сначала их вот так приплюскивать настрою что они так неплохо смотрятся не надо их приплюскивать я же не буду их масло жарить а запекать поэтому формой так хорошие все они были накрыты под клееночкой клееночку убрала немножко подошли так как капуста теплая вот а здесь у меня стали с яйцо тесто оставалось делала сладкий творог такие ватрушечки ну а здесь пару штучек у меня с этой сваренной сгущенкой тоже сейчас накрою чтобы они подходили буду первые эти выпекать которые подошли 180 градусов отключила поставила их и чтоб корочка сразу не засохла и немножко в скобилизатора их ведь так спрыснула водичкой вот яйцо мазать не буду делаем тортик смешала творог со сметаной здесь все домашний домашний творог домашняя сметана сахар сбила погруженным блендером получилось густо поэтому можно вот так на тарелочке вот выкладываю слой печенья потом смазываю творожной массой банан и сверху печенье опять вот так и последний слой будет творог пирожки еще даже не испеклись а я уже сделала тортик ушло меня 4 пачки печенье все вот такой красивый пропитается за ночь и можно будет кушать мы пирожки готовы сейчас я их поснимаю не надо немножко остыть тогда они вообще станут мятники сейчас они но не жесткие а такие поджаристой корочка